ребят всем привет это 3 алые паруса за один день я уже купил просроченные продукты вот можете посмотреть если там у меня записалось с камеры сейчас пока что беспалево проверяем товар потом попозже уже позовем менеджера все мы снимаем уже спалились легко как бы все почти вся продукция ночью то что они это они несколько раз переупаковывали в 7 утра 21 минута срок ранения 12 часов реализации ну дата производства нет как любит тупой комяк у нас ну даже по упакованному уже по сроку видно что она уже вышел срок реализации здесь такого добра хватает да вот в 4 47 утра тоже 12 часов реализации а но здесь даже даже не написано сколько хранится как интересно это первый раз вижу срок годности на часов 7 26 до 10 но я подтверждаю что не 10 но время сейчас я покажу мне можно верить по времени я тоже есть но у меня есть данная боится 2100 заснулись ну то есть 12 часов если так уж посмотреть то прошло получается в все что до 9 часов утра уже все уже все удивительно видите ребят что-то алые паруса сегодня прям это ударе на меня меня поражает то что я здесь был совсем недавно будет неделю чуть позже чуть неделю назад я все предупреждал вызвал полицию оформлял она даже с полицией показала это полиция никчемная была и строгина поэтому те не вообще ничего не делали они просто но в итоге как бы сотрудники да были проинформированы что проблема есть ребята а вот что я уже сделал то есть хочу вам показать свою контрольную закупку которая призыва что-то купил да я уже купил подержим как это правильно называется я 50-го я могу сказать хумус прошлогодний годен до 16 декабря 12 18 года представляете ребят он до сих пор лежит еще перед новым годом он должен был снят быть отсюда с продажи но это на всякий случай дает чтобы ну мало ли чё даже мы не продаем он же может вам не пробить да тут я как бы сделал контрольную закупку ребят так что они уже не отвертятся ведь все упаковано есть срока годности нету точнее реализации да так вот у нас эксперт эксперт смотрите вот сюда что вы думаете по поводу сыр полутвердый полутвердый мне больше нравится чем твердый так я как дегустатор он собачка мы можем собачки дать попробовать сейчас посмотрим сейчас ты сначала скажем нормальный состав упаковано сегодня срок угодности нет срок угодности нет срок угодности нет ну вообще он есть сыр но плохой он не будет есть давайте проверим а давайте сейчас я проверим собака будет или нет а пока не навряд ли мы блогеры но надо там кусочками дать ему даром услуги а мы сейчас кусок конечно торгашку тогда уж и дима его будешь не он у меня но ему только с руки надо он сейчас я вам дам кусочек а вы ему попробуйте все снимается да мы просто нам просто интересно будет это просроченный сыр или нет просто у них строго не там не написано в ряд они не пишут они не пишут почему-то я работал в парусах все просрочно я работал в парусах 7 лет все просрочно то просрочно я можно посмотреть только применение прямо прямо вот давайте собачку будет майло майло будешь видишь мой он прям глазки так сделал значит ну а давайте понюхаем что это вообще можно да вот прям кусочек дает прям половину смело дай не не я мы можем вам понравились вроде нормально слушай пахнет дождетки чувства это вообще какой-то твердый кармальный какой-то с не твердый это платить визитер я только хотел сбор мы сегодня покупали его на вот это лучше пар что там еще хочу сыра до ну я все забрал на самом деле просроченное стопроцентное а это все с нарушением маркировки а это и по срокам в прошлый раз я вот этот с плесенью вот этот я тоже обожаю давай сверхнявки с белой плесенью ребят сейчас будет 3 дегустация так короче мы это все смаковано изготовлено срок годности нету да даже если есть там она обычно 12 часов до время какое-то 6 утра сегодня офигели ну то есть у нас что в 6 10 тут 8 нет 6 6 40 ну то есть сегодня пара часов уже как просрочено даже если 8 9 10 сегодня уже 10 а 8 а я чуть просто беру все но я посмотрю поводу на время то считать не нет я же время это нормально просто я не буду это я помню как пластилина мне так и не особо нравится блин он твердый какой нафиг пластилина есть на три дня посрочен он рядом да капец какой нормальный ты чего а это здесь такой вот здесь патрон 20 как у меня здесь мягкий да даже пробовать западло так западло как правильно в западло или западло западло а если вы не канает охранник живучий да у нас чем он уже вас а давай да 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 он так себе мне не особо нравится даже когда нормально ребята ребята пармезан не реально у меня нет салфетка с собой вешалфет не ты обратно в упаковку бливанина и все да да чё ты какой какой продукт ты же вращаешь ну вернее обратно да не приветом сейчас происходит а к возврата товара не надежащий ухо птики я просто раз подобные подобные просто раз выставляли оплате я думаю надо это вырезать потом тоже в июне изготовлен сыр в июне замыли 17 года да то есть даты срока годности нету то есть понятно кончился он или нет но зато запакован сегодня утром и 12 часов прошли и тут же написано 12 часов то есть к этому какой сыр они да вообще пармезан я буду смелее пробовать чем потому что твердый сыр как бы они переворцовывали короче переворцовывали дверь снимал такой сам что не знаешь еще не знаю как это делать я такой смелее буду пробовать чем то что павлик пробовал может это пармезан нет я его сломаю готов хоть попробовать даже даже не любитель поймет что это с пылью я не знаю с улыбкой ты пармезан любишь но он пыль не он реально старинный на вкус пыли грязи старый старый просто старый черный за твой старый а на вкус нормально дима не на запах то еще вроде нормальный запах нормально на вкус он прям старый вот прям чувствуется просто старая я не смогла отломать отвердый отломать чуть-чуть откуси просто чем то есть лепок зубов терпит но он старый прям который люблю так на я буду водичку причем это нормально по моему это такая специфика или это действительно я я пармезан просто ем я знаю чуть-чуть мягче чуть-чуть ну да немножко такой как будто как будто влага из неё вся вышла типа охрана смотрит на вас справа а кстати а что это за красный там зеленый еще есть они добавляют туда всякие эти специи добавляют вот смотри видишь он здесь с краю прям сухой такой и тем не доставали сухой темный да поэтому он заветрился а в середине он уже более мягкий и цвет чуть-чуть другой тарганолепт поэтому да сделаешь нет силу вот похож на такой сыр это середине берем сюда а вот еще вот кусочек слева 6 59 утра фасонной продукции двенадцать часов срок хранения я еще на дату уже не смотрю там еще может быть и дата меньше во-первых дата просрочена во-вторых после фасовки просрочена двойной просрок как минимум это все ну пробовать мы это не будем да это обосновать конечно нет почему я делал такое это но они так и у него 100 килограммов ну похер просто рассмотрит это все туда куда туда камер камер туда дай кину молодец так ребят небольшое вступление вот реально прям я я удивлен если честно знаете как первые лы паруса ну да был про срок но не такой большой ты не слышал как сказал управляющий у нас магазин премиум-класса помнишь это у нас не пятерочка дикси у нас премиум-класса сейчас мы это премиум без так не снимать понял и заметил такую тенденцию дает чем дальше опять этот охранник ко мне пристает чем дальше мы от метро тем больше просрочки я тоже алая перуса премиум-класса так сказать что ты лезешь это прям хочется тебе вставить это момент как это не товар вы чё как не говорите это отрава которую надо срочно выкидывать все равно это товар нет это не товар это отрава это отрава и надо выкидывать я позвал я позвал я им говорите когда они туда вот надо вытаскивать чтобы они так не делали это неуважительные отношения можно подчастить секундочку вы чем питаете вы кстати да если возмущаетесь то сразу возмущаетесь по поводу того что здесь продается много просроченного продукта прям подойдите сейчас к менеджеру и скажите я против просрочки мнение мы говорим о вас сейчас мы говорим не о нас мы говорим о вас вы подойдите к менеджеру и скажите чтобы здесь не было просрочки ну а что сделать если они могут один день навести порядок то пусть приезжают по ходу или что может но вас же все равно какое-то лицо есть до которой сейчас главное осталось осталось какой-то мы только полицию не вызывайте а то тут уже не дебил работает так что не выйдет борис ориц орицах владимир давайте расскажите про этот человек господи человека а кто подходил к это подходил лучший мусор сейчас он сразу в охрану но вы знаете что они постоянно устраиваются да я на него устраиваются в охрану поставок на река будет обостреляют там когда киевы продажи из мусоров на и устраиваться в охрану и он не запрещает и снимать он как раз запрещает как там кидать свой товар берешь на запрещать и дать потом заставляет оплачивать кроме того ну значит все делал еще и возврат денег даже делал в итоге и решал вообще будет возврат или нет это вот самый главный интересный я какой-то большой слушай это чипсы что у тебя и обычно у тебя длинный и толстый я взял ты уже взял именно вот так такой знаете как капельный я не закончил нет реально чипсы да а там 3 банка тринглс я открыл вылетает сейчас все посмотрел на какой-то запаскал и я пробью если надо мне и по нормальному попробую все именно пробивать я буду слушать компетентного охранника вот этого специально специально или случайно она атаковала тебя давай уничтожь ее за это я говорю вот здесь они его заставляют хамон ненависть просто кусочками таким уже достаем просто уже не интересно да я тоже смотреть не говорю давай какой-то в серединке посмотрим что там ну давай ну вот так вот ну дата изготовления упакована и больше ничего никакой информации нисколько охранец при каких условиях ничего я их предупреждал вон охранника может показать он же меня знает я тут был предупредил не хотят исправляться но не хотят все нормально чисто я проверил в смысле так это же мы посетители как мы сами себе можем мешать тележку поставили а люди ходят пиво посмотреть мало ли у них есть язык они скажут если им нужно посмотреть пиво так ну а что давайте путь пойдем люди то скажут а ему то надо себя проявить аааа показать себя что это да так ну что ж ребят дошли до касс позвали попросили позвать администратора или управляющего да который нами займется вот что за сегодня мы здесь обнаружили еще я вот здесь контрольную закупку сделал так что сейчас будем ждать менеджера собственно который пояснит почему у них такая маркировка почему просроченные продукты батарейка у меня кончается на этой камере возможно у вас изменится качество картинки Володя его зовут у Володи ряд претензий по качеству продуктов да хочу купить тебе хочу убедиться что она качественная ну вы не купите вот эту почему вы не купите ааа да не буду покупать я нет извините но это вы сделали я не качественный это я сделал вы сделали вы купите а можно купить вы продаете а это товар надлежащего качества это же ведь а это товар надлежащего качества я проверял его я проверял органолептические свойства красавчик сказал Вы прочитайте этикетку, убедитесь, что товар он в ближайшую укачивает, если он в ближайшую укачивает. А вы читаете этикетку? Конечно. Прежде чем проверяйте. Прежде чем проверяйте. Вы прочитайте. Мы одновременно пробовали и читали. Мы-то знаем, что мы делаем. Вы уверены, что вы знаете? Иногда нет. Чем большее? Вы можете подсказать, направить человека, подсказать, ну как-то, ну, вразумить. Вполне возможно. Может, мы ошибались. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы проводите видеосъемку, правильно? Нет. Нет. Ты проводишь видеосъемку? Нет. Я тоже нет. А ты? Нет. Я ничего не провожу. То есть в сети этого нужно и не будет? В какой? В любой. В любой нет. Только в ютюбе. А потом просто... Не спец меня. Вы просто скажите по существу, чтобы... Ну давайте... Мы поняли, мы поняли. Да, чтобы никто не придурялся просто по существу. Смотрите. Давайте. Я просто коротко и ясно. Давайте. Маркировка должна быть должным образом, правильно? Да. Вы знаете закон о маркировке? Да, да. Технические регламы, таможенные советы, правильно? Здесь на маркировочке должна быть точная информация для потребителя. Дата изготовления, срок годности, а его нету, и дата упаковки. Угу. Правильно? Да. Срока годности нет, уже нарушение. Правильно? Товар не качественный. Почему? Вот срок годности. Срок годности 12 часов. Значит, 12 часов с 4-го числа прошло уже. Правильно? Это дата изготовления. Так вот именно. Поэтому должен быть срок годности общий. 12 часов с момента упаковки. И чтобы попадал в общий срок годности. У вас такого нету. Информация ненадлежащего качества. И потом 12 часов с 7 часов утра уже прошли. Двойной просрок. И так весь товар. Проверяйте. Часть уже куплена. А вот это забавно. Потому что я их ночь проверяла. И сегодня дата изготовления была. А у вас фирменная этикетка. Мы не сможем такую не пользоваться. Здесь была дата изготовления. Нет. У вас же есть камеры. Посмотрите. Если претензи есть, мы подождем дальше. Смотрите. Вот это даже вот прям перед нами. За 10 минут до нас. Проверяли. Плохо проверяли. Вводим до. Знаешь, что такое до? Угу. Но закончилось сегодня ночью в 12 часов утра. В 11.59. Угу. Хорошо. Да это плохо. Ну я понимаю, что плохо. Спасибо большое. Да не спасибо. Смотрите. Я тут был недели полторы назад. Почему ничего не поменялось? Вообще ничего. Потому что мусора у нас не работают, да? Потому что у нас работают. А, нет. Мусора-то у нас работают. Что это такое? Скажите мне. Ну что это такое? Вот в прошлый раз она мне говорила, что буду эти возвращать деньги? Не буду. Он тут вообще решает все вопросы. Кто он? Почему? А охрана решает? Что это такое вообще? Что делать? Что нам возвращать? Что не возвращать? Почему охранник решает вашу? Нет, но он на вашей ставке работает или как? В прошлый раз у меня здесь не было. Даже сегодня это было. Три минуты назад это было. Он решает, что нам делать, что ему делать, что вам делать. Здесь я за него и отвечаю. Ну просто на какой стороне, что охранник так делает, а уборщица нет. У вас уборщица может тоже там товаром заведует, поэтому у вас такой бардак? Мы там и там. Нет уборщицы? А кто убирает уборщица? У нас есть уборщица. Я убираю уборщица. Да, вот вы убираете. Видите? Много убрали мы себе. Дело в том, что на самом деле это не зависит от сколько людей у вас работает. Если до человека, до ответственного довести, как все должным образом должно быть, этого ничего не будет. Это все делается очень быстро. Это все делается очень быстро. Он все равно человек у вас, работник, все равно берет хамон, нарезает и клеит маркировку. Правильно? Он все равно и клеит. Поэтому добавить там срок годности это не такая уж сложность. Он просто не знал, что это надо сделать. Об этом виноваты вы. Знаете, к сожалению, он знал, что это надо сделать. На многих маркировках не хватает. Нет, просто не хватает прописанного текста. Мы сегодня уже сталкивались с соседним магазином с такой проблемой. И посмотрите, у вас есть тонкие маркировки одного формата. А еще бывает тонкие. А еще кроме этого. А еще кроме этого. А еще есть канцелярские товары. Взяли наклеечку, наклеили и продублировали от аннотации от родной. Все. Это все очень просто. Просто этим надо заниматься. А вы по незнанию, может быть, и это не делали. Может быть. Но, к сожалению, может некогда заниматься. Это тоже просто. Все, что нормально, мы купим. Поэтому вот этот товар. В принципе, мы попробовали. Проверили органические использования. В принципе, он нормальный. Но срок годности нет. Смотрите, пожалуйста. А у вас есть какие-нибудь документы, чтобы представительство Роспотребнадзора или что-то? Нет. С собой нет. Почему? Ну. А у нас мало персонала. И мы, в общем-то, это самое. Мы не успели напечатать. Да, не успели. Успели напечатать. У нас маленькие этикетки, да. Карманы маленькой вместимости. Ну, конечно. А что мы не так делаем? Нельзя. Нельзя. Ну, хорошо. Пока что товар является... Порченный товар нельзя. Нельзя, конечно. Анна Ленина. А если вы вдруг отравитесь? Анна Ленина. Вот, это уголовная статья. Да. Да. Анна Ленина. Нет, это вам. Вам. Если ты отравился в магазине, тебя посадят. Если ты отравился, тебя посадят. Если ты отравился, тебя посадят. Он уже мой товар, когда я его взял. Нет. Скажите, если вы разобьете случайно бутылку, вы за нее будете платить? Нет. Почему? А у нас уже есть такой сюжет информационный. Именно вот это. Вы же ее взяли. Вы же говорите, случайно разбили бутылку. Когда вы случайно... Если я возьму и разобью, значит пробую. Нет, значит плохо поставили, если случайно. То есть вы специально взяли и... Дело в чем? Нет, я попробую. Смотрите, тут вопрос такой. Я вижу, вы уже понимаете, в чем дело, да? И мы специально это делали, чтобы вам было больше обидно. Так вот, можете не обижаться. Потому что, если вы уже запаковали, перепаковывать вам нельзя. Я знаю. Поэтому маркировка нарушенных, товар некачественный. Вам в любом случае это придется выкидывать. Вот в любом. Да, в любом случае придется. А также по-хорошему вещь тот комон. У нас товар идет на вас в раз. Знаете, что такое? Ну, вы возвращаете им, конечно. Вот. Но дело в том, что здесь уже масса. А как вы будете возвращать им качественный товар, если это просто вы некачественный потребитель? Если товар некачественный, то мы его возвращаем. Так он товар не то что качественный, он некачественный из-за вас. Вы его не правили, а предложили покупателю. Просто неправильно. То есть в качестве самого товара у вас претензий нет? У вас претензий именно к маркировке? Мы ничего не знаем. Именно к товару. Но это... Товар это не только его вкус. Товар не только вкус. Это и информация, которую вы даете потребителю. Без информации потребитель не может выбрать товар. Понимаете? Ну понятно. У вас претензии к маркировке товара, да? Ко всему товару. Там есть и просроченный товар. Срочно есть. Вот как колбаса. Время прошло уже давно. Здесь половина такого, половина такого. А это вот прям вообще ужасно. И самое интересное, что... Это возврат, сделаете сразу человеку? Самое интересное, что буквально человек неделю назад указывал вашим сотрудникам на эти же нарушения, и ничего не сделано было. Ничего. Не заинтересованы. Или специально будет про срок? За полтора недели, я думаю, можно было исправить. Что специально? Хорошо. День, два. Ну сколько это надо, чтобы исправить? День, два, ощущения есть? Два месяца. Да. Не специально? Больше. Больше. Год. Год. Это с прошлого год, значит? Год. Округлим. Да там что-то написано. Можно допустим, что уехал. А, ну... Вот сами Дедушка Мороз иногда... Так, полю я. Верну денежку. Свою, наверное, да? Зимнее обострение. Возврат. Сделайте мне разврат. Я не пробивала. Я разврат делаю. Я разврат делаю. Я делаю. А кто пробивал? Какая разница? Разврат. 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 Сейчас мы ему разврат сделаем. Чтобы... Чтобы... Поэтому точно... Вам сколько нужно времени, чтобы сделать документы по... Акт списания. Акт списания. Нет, они его не списывают. Обязывают. Они не списывают. Половина товара идет на возврат. Они возвращаются. Нет, я не знаю. Хорошо. Какие-нибудь документы нам предоставите о том, что товар не попадет обратно на прилавки? Смотрите. Акт возврата. Даже не знаю. А вам же какая разница, если он будет такой мятый там, такой... Он вам все равно выбирает. Правильно? Теоретически. Ну нет. Теоретически да. Но если мы его... Спрессуем? Спрессуем. Поставщик мы точно не возьмем. Обязан. Почему? А какая разница, если вы упаете причиной? Знаете, почему мы обязаны? Ну вот... Давайте мы придем... Я просто беру... У меня очень мощная рука. Я вот... Мощные руки. Понимаете, что мощные руки это товар не пусто. Ай... Мы... Мы не будем. Это сделают... Это сделают другие люди. Пожалуйста, я уже на 120, наверное, извиняюсь. Это не имеет значение. Это ваша видеосъемка. Ты не отвечает. Не-не-не-не-не. Да. Тут выкладывают нюхи про претензии. Ребята, это ваша видеосъемка. Вы имеете право меня снимать только до тех пор, пока это не будет выложено. А кто выложит там? Вы же не знаете. Я очень не знаю, кто выложит. Имеет значение. Нарушает... Дневник Хача. Канал называется у него. Да. Дневник Хача. А, я смотрела. Да. Потом жалобы прямо там. Прям там. Дневник Хача прямо и... Ну, наверное, да. Надеемся. Все будет, когда мы пройдем через месяцок. Посмотрим. Если все нормально, значит все. Ну, не дай Бог. Спасибо. До свидания. До свидания. Так, ребят, ну что ж, вот так вот мы посетили Алые Пруса. Да, я записываю опять свою долгую речь. Ребят, вот так вот прошли наши рейды, да. Побывали мы в трех магазинах Алых Прусов. Как видите, немножко отношения все-таки варьируются от одного магазина к другому, да. Пишите, что думаете по этому поводу. А на этом все. Всем удачи. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok